В Москве открылся храм в честь святителя Иннокентия Пензенского. Он стал четвертым в мире, освященным в честь этого святого, и уже отметил свой первый престольный праздник. На торжествах побывали наши коллеги. Пензенки в Москве свою ворону узнали. Эту шутку зафиксировал еще Владимир Иванович Даль. И в самом деле, как приятно встретить земляка или свидетельство его почитания в столице. Тем более, если предмет для гордости и в самом деле законный, в первопрестольный появился храм в честь Иннокентия Пензенского. Инициатором его создания стал протеерей Алексей Ладыгин, уроженец Зиметчина. По его просьбе, частицу мощей святителей Иннокентия для названного его именем храма передал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Последние годы мы стараемся обсмотреться в творение этого святого и удивляемся, как этот светильник был под спудом скрыт. И наравне с Филаретом Дроздовым, митрополитом Московским, Филаретом Эльфитеатровым, Гумилевским и многими другими иерархиями церкви он также сиял в XIX веке. И поэтому мы как-то прониклись его, так сказать, образом. Первый престольный праздник отмечают с особой торжественностью. Литургию возглавляет епископ Митровский Феофилакт. На память о знаковом событии клирики и прихожане преподнесли ему прижизненное издание главного труда святителя Иннокентия – начертание церковной истории. Святитель Иннокентий, так уж промыслом Божиим, является покровителем и этого храма, и всех, кто трудится под сенью этого святого и незабываемого места. Мы надеемся, что помощью Божией, молитвами святителя Иннокентия и совместными трудами мы будем оздоравливать и свои собственные души, души нашей соотечественной. Вглавляет епископ Митровский Феофилакт. На память о знаковом событии клирики и прихожане преподнесли ему прижизненное издание главного труда святителя Иннокентий. Но теперь именно о здоровье, душевном и физическом, чаще всего обращаются к нему с молитвой прихожане этого храма. Ведь находится он при филиале номер один научно-практического центра наркологии. Когда открылся наш храм, и мы начали интересоваться этим святым, бесспорно, конечно же. Причем это касается не только медицинского состава, но и наших больных. То это действительно стал святой, защитник, заступник. И когда сложно, трудно, многие медицинские работники приходят в храм помолиться. Чувствуется молитвная поддержка святителя? Вы знаете, да. Потому что побудешь в храме, сразу легче становится. В больнице работают 300 специалистов, а количество пациентов, которые проходят здесь за год, исчисляется тысячами. Конечно же, каждый, кто заходит в храм, интересуется личностью святителя Иннокентия, в честь которого он назван. Из изумлением узнает о неизвестном прежде великом угоднике Божием, историке, богослове, проповеднике, аскете. Пожалуй, больше всего поражает возраст. Иннокентий самый молодой среди тех, кто прославлен в лиге святителей. В 35 он уже отошел ко Господу. Появление храма в честь святителя Иннокентия Пензенского в Москве – событие исторически очень оправданное. Ведь из 35 лет своей жизни святитель провел в Москве и Подмосковье 28. Здесь же он и родился. Поэтому хочется верить, что храм в его честь станет первым на далеко не единственном столице. Субтитры создавал DimaTorzok